после того как радиаторные решетки я закончил так теперь мы выделили полигоны сверху сделали внутренние экструдер и теперь просто подниму часть так сдвинем готова еще одна площадка декоративная все прекрасно так единственное что мне кажется вот это окошко здесь маловато не надо еще одно сделать тут с той с другой стороны вот тогда поднять хорошо да отлично ну и конечно надо разобраться с этими с полигончиками тут сделаем маленькую так что я не могу видеть солнце вот оно видимо то есть эти мы удалим а эти точки соединяем как в прошлый раз раз скажем так вот так надо попробовать вот сюда перенести вот так да выделить этот не в середине а вот к этому указать ну-ка вот здесь я хочу тут соединилось все вот так совсем по-другому хорошо смотрится так и здесь тоже самое удаляем вот эти полигоны чтобы они нам не перемешались так удаляем их и точки соединяем это с этой отлично и это с этой вот так все хорошо и то же самое сделаем с той стороны тогда у нас будет все хорошо какая-то ерунда высветилась давайте мы сначала соединяем это соединяем это скажем что мельт у нас вот так да теперь выделим вот таки вот сюда тут тоже вот кстати что-то ненормальное здесь получилось замельтуем ее вот так и сюда смотрим не многовато ли сделали да многовато ее надо вот здесь сделать вот так и то же самое нажимаем нажимаем вернее control так идем сюда выделяем две вот эти удалили прям швейная какая-то работа ну а то будет нормально так без всяких искажений потом вот эти сейчас оставим сюда вот эти удали это с этой и это с этой во ну вот теперь другое дело все хорошо все замечательно теперь нам надо сделать эти заклепки надо сделать это не просто попробуем конечно я сейчас подумаю так я заметил что во время работы я где-то что-то неправильно я немножко сделал то есть одна половинка у меня сместилась и вообще надо было с половинкой работать потому что если мы допустим теперь скажем симметрию возьмем вот так положим симметрию вот видим что у нас они сейчас уже близко одну из них чуть подвинем так и скажем что нам нужно соединить вот так до 9 и все собралось вместе вот вот и теперь смотрится ровно и правильно все как должно быть слава богу не пришлось ничего переделать просто вот с этим трюком таким образом можно делать единственное что придется немножко подвигать тут капсулу подвинуть зенитку надо подвинуть обе причем зенитка вот она так это сюда двигается а это сюда все и у нас теперь абсолютно ровная хорошая штука дрюка теперь нам нужно сделать вот здесь такие как бы заклепочки по краям ну вот надо думать теперь по идее можно взять кружочек вот такой увеличить ему радиус проблема в том что это у нас все не круглое и такое ощущение что надо было это делать в последнюю очередь ну русский мужик за ним он крепок как говорят да давайте отсюда подведем посмотрим как оно сейчас вот оно все ровненько все хорошо и начнем опять же тоже сдвигать вот так вот так знаете как бы у нас придется раздвигать ее для этого мы сейчас сделаем из нее уже чек рыжим вот эту скажем что нам не нужно закрывать и эту уберем а вот эти две мы сейчас раздвинем с помощью вот вот и прекрасненько что нужно было средний об средний еще сейчас воде я на у нас там вот она а дыма моя извиним сюда чуть-чуть вот теперь у нас очень хорошая направляющая замечательно по ней мы пустим заклепочки так для этого мы пойдем сейчас возьмем капсулу сделаем ее маленькой-маленькой вот такое так все прекрасно тут нам не надо эти 36 достаточно 12 отлично да и вообще можно вместо капсулы сделать что-то граню да давайте сделаем шесть ну или давайте шесть сделаем шесть грани радиус такой небольшой вот так такие мы болты кончики болтов заделаем точно вот это будет хорошо только надо их вместе соединить сейчас вот так раз ой фотошипный прием был все вот у нас теперь есть с вами такой интересный гаечка заклепка и мы пойдем сейчас в мерч не в мерч тоже фотошоп у меня в клонер пойдем забросим сюда в клонере скажем что нам нужен объект а объект у нас вот этот циркуль мы его туда закинем вот видели вот у нас уже тут и появились прекрасненько так единственное что они у нас неправильно стоят с этим мы сейчас разберемся в какую сторону нам нет ни в эту двигатель всегда сложно определить в какую двигать вот 270 градусов так смотрим сколько нам их надо и насколько они большие так ну это мне тоже кажется здесь мы можем решать 8 81 here и 81 вот так ну и мне не нравится так не будем трогать поставим 1 и 81 так так а так а а а а а а а ну теперь более менее мы их надо поднять мы их надо поднять а а а и и а в клонале можем попробовать объект так где у нас тут степ надо сделать вот степ чтобы одинаково было так и тут уже посмотреть сколько нам нужно вот столько наделать прекрасно что еще сказать но еще надо сделать отрезки вот сюда подвинуть выровнять вот отличненько и вот такой же отрезок суда сделать и отсюда и посередине то есть чтобы у нас как бы заклепки были по всему радиусу здесь ну еще подогнать надо чтобы она более-менее совпало это трудновато конечно вот здесь не совпало мы будем сейчас смотреть как только вот совпадет здесь там не совпадает но можно все равно вот подогнать так чтобы было похоже что вот отсюда идет этот мы сейчас чуть-чуть подвинем вот так вот все прекрасно как будто тут и было так ну что ж ребята на этому тут носовую часть считаете закончили сейчас я тут поставлю несколько заклепочек еще и все может быть и не буду мучиться склонами а с вернее с этими до склонами а просто поставлю сюда здесь не так сложно ну и в принципе вот голову мы считаете закончили прекрасно вот вот